Традиционно на Кубани с 23 января по 23 февраля проходит месячник по оборонно-массовой работе и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Его цель неизменна – воспитание молодого поколения в духе высокой гражданственности и патриотизма, воспитание и уважение молодежи к старшему поколению и к славной истории своей страны. С подробностями Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Торжественное открытие месячника состоялось в городском Доме культуры. В зале собралась молодежь со всего района, а главными гостями торжества стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, офицеры запаса и участники локальных войн. Среди гостей праздника был глава славянского района Роман Синеговский. Он и дал старт началу месячника. «Кубань всегда отличалась от других территорий России своими крепкими традициями, своим особым укладом и воспитанием детей на принципах трудолюбия, уважения к старшему поколению, любви к своему краю и стране. И мы хотим всё это сохранить». С малых лет каждый житель нашей страны должен гордиться своей родиной, её государственными праздниками и символами, историей, флагом, гимном. Чтобы сохранить богатое наследие, воспитать в подрастающем поколении чувство патриотизма и любви к своей родине, в крае ежегодно проводится месячник по оборонам массовой и военно-патриотической работе. На этот раз его девиз – «За веру, Кубань и Отечество». «Военно-патриотическое воспитание молодёжи – это неотъемлемая часть духовного нравственного воспитания нашей российской молодёжи. И правительство России уделяет огромное внимание этому направлению. А самое огромное значение для нашего народа России и в первую очередь для Кубани является то, что этот месяц проходит под эгидой «За веру, Кубань и Отечество», в котором принимают все органы власти, все предприятия, организации, образовательные учреждения. И этот месячник посвящён именно военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Великая Отечественная война вошла в нашу историю как общенациональная трагедия, пережить которую мог только сильный народ. 2016 год – год 75-летия со дня начала самой жестокой войны в мире. Поэтому сегодня очень важно напомнить нынешнему поколению о героическом прошлом нашей страны, научить молодёжь быть настоящими патриотами своей родины, ценить и беречь мирное небо над головой. Многие ветераны продолжают оставаться в строю, вносят огромный вклад в воспитание у молодых славянцев таких нравственных принципов, как честь, долг и патриотизм. Но у нас молодёжь прекрасная. И я считаю, вот такие работы выполнять, вот месячник военно-патриотической работы, она должна проходить на высшем уровне. У нас есть кому проводить. У нас и афганцы, и даистанцы, и ветераны военной службы, и органы милиции. Сколько вот такого поколения, которому дать наши молодёжи пример. В знак благодарности к великим заслугам наших земляков славянские кадеты возложили цветы к вечному огню в сквере памяти. А в это время на сцене звучали патриотические песни, как дань мужеству и подвигу бойцов нашего Отечества. Любите Россию, любите Россию, для русского сердца земли не хмелей. Воспитанием патриотизма в нашем районе занимаются многие руководители молодёжных общественных организаций. Для них это дело всей жизни. Они твёрдо уверены, что новое поколение славянцев станет достойными продолжателями славных традиций своих отцов и дедов. В первую очередь это делается для тех поколений, которые отжили свои годы. Нужно помнить и чтить то, что они сделали, эти подвиги. Несколько войн же у нас было. Мы должны помнить все эти войны, всех этих людей, которые защищали нашу Родину, которые отдали жизнь за нас. То есть такие месячники позволяют вспомнить тем, кто помнит всё ещё это. Или, например, новое поколение, которое не знает ещё этого, позволяет перенять эту память. Эти месячники проводят, чтобы в детях развивать патриотизм, чтобы они хотели служить в армию, защищать нашу страну, Родину. Немало интересных мероприятий будет организовано с 23 января по 23 февраля во всех поселениях Славинского района. Пройдут уроки мужества, встречи с ветеранами, экскурсии в музей боевой славы, турниры по военно-прикладным видам спорта и многое другое. Все эти мероприятия будут направлены на то, чтобы каждый житель Славинского района мог проявить свою гражданственность и патриотизм, показать свою готовность служить Родине. Итоги месячника будут подведены в День защитника Отечества.